Коллеги, всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. Рад себя приветствовать. Начинаем развитие управления. Сегодня тема «Как стратегию перевести в тактику». Тема такая многообразная, можно бесконечно ее рассказывать. Понятно, что все мы любим рисовать большие цифры, планы, цели, которые хотим достигать. Кто-то их достигает, кто-то близко не достигает, кто-то уже на второй месяц понимает, что взял непосильную ношу. Но, как правило, на мой взгляд, в целом это все возможно. Дело в том, что амбициозность человека, пока она на бумаге, все амбициозны. Как только начинаешь говорить, слушай, а чем ты докажешь свою амбициозность, грубо говоря? Если ты такой амбициозный, давай что-то тоже ставь на карту. Я вот такой простой пример. Знаете, у нас такой есть интересный внутренний анализ. Когда к мотивации начинает привязываться что-то такое серьезное, в виде мотивационного менеджмента, или вообще решение о нахождении тебя в компании в зависимости от результата выполнения стратегии. Вы знаете, что с пылом сразу же происходит? Резко убавляется вообще. Резко. Просто в 2-3 раза, что называется. Поэтому здесь очень важно. Человек по умолчанию, оказывается, не стремится к рискам вообще. И по-настоящему таких сверх амбициозных людей, их, как мне кажется, маловато немного. Прямо скажем. То есть их маловато. Поэтому у нас в основном, во-первых, все пишут такие достаточно маленькие стратегии, где-то которые не отражают рынка сегодняшней ситуации. И уж точно очень плохо переводят все это в практику. Значит, если говорить о литературе, по-моему, лучше всего, знаете про это, что написано? Вернешь развитие бизнеса, если я не ошибаюсь. Ну, загуглите, я, может, чуть-чуть фамилию не назвал или имя, но точно плюс-минус где-то что-то там такое. Вот. Одна из лучших книг, которую я вообще читал, если откровенно, про бизнес-стратегии и как их правильно делать. Я читал 3 года назад, но до сих пор помню. Сейчас некоторые детали, возможно, вам там воспроизведу из этой книги. Вот. Дальше. Любая стратегия должна в себе иметь, для того, чтобы она стала рабочей, всего лишь, всего лишь 5 основных составляющих. Сейчас я вам их расскажу. Параллельно сам буду себе записывать. Первое. Это всегда мотивационная поддержка. Коллеги, вот смотрите, как интересно. Давайте я вам сейчас даже порисую, наверное. Допустим, такой достаточно простой пример. Вот мы, допустим, напишем. Давайте так даже по-простому, чтобы на всем нам понятном языке найм. Да, найм. Найм. Мы говорим, ребята, ну, стратегия по найму, допустим, в узкой части. Что у нас там стратегия по найму обычно включает? Найм риэлторов в месяц. Потом их закрепляемость. Там на третий, на шестой месяц. Ну, как правило, да. Потом обязательно у нас текучесть. Ни найм, правильно я сказал, укомплектованность так называемая. Найм от нас остальных частей. Значит, это текучесть. Текучесть мы всегда делим, допустим, 6-12. Для примера говорим, 12+. 12+. Дальше в этой стратегии, как правило, у нас еще очень часто бывает условная сила кандидатов. Сейчас я вам об этом поговорю. Я расскажу, что я имею в виду. Сила кандидатов. Вот. Все помнят, да? Я первые мотивации, 5, сказал, 5 частей. Сейчас я вам расскажу. Первое, значит, мотивационное место. Для примера привожу найм. Давайте допустим, что мы даже ограничимся. Допустим. Такой вариант, ограничимся. Вот. И скажем, что это все. Это и есть там сумма наших, ой, сумма наших хотелок, да? Вот. Дальше мы что говорим? Мы всему рынку заявляем. Слушайте, мы хотим прирасти в этом году на 100 человек. Вот для примера. Сейчас, когда мы просто говорим, мотивационный менеджмент как закрепляется? Первое. Вы публично пообещали. Вы публично пообещали. Вы публично пообещали. Но это, да, неплохая нематериальная мотивация. На самом деле мощная. То есть, как правило, то, что люди публично обещают, все-таки стараются, высокий уровень стараются, по крайней мере, выполнять. Но практика показывает, к сожалению, что в нашей системе это не всегда работает. И очень часто так не происходит. Все, дальше вы начинаете. Давайте откровенно смотреть. Вот я для себя вывожу мотивационный менеджмент, какую-то стратегию. Можно условную бальную систему сделать, насколько он хорошо подкреплен. Вот сейчас по умолчанию что будет происходить? Давайте мы, допустим, в этом нет. А пробуем сейчас текущую модель оценить. Найм как замотивирован. Есть текущие мотивации рекрутеров, HR-директора. И дальше составляется такая таблица. Давайте я вам ее по простому написал. Найм вот тут составляется. Давайте я буду для каждого писать свою таблицу. Первый уровень защиты, понять, как мотивационно защищено все это дело, это составляется очень большая таблица. Кто-то может сказать, что так никогда не делайте. Ну, попробуйте, поэкспериментируйте. Мы так иногда делаем. Я так иногда модели прогоняю. Мы говорим, слушайте, а давайте в этом году проверим вообще. Вообще, по всем заинтересантам, не только же у нас рекрутеры, у нас же куча заинтересованных, кто может в найме быть максимально эффективен, грубо говоря. И мы говорим. Слушайте, давайте так. Давайте у нас есть рекрутеры, совокупность рекрутеров. У нас есть менеджеры. У нас, извините, есть сюда маркетинг, департамент маркетинга, допустим. У нас есть директор по продажам. Это же такой же важный момент. У нас есть HR директор, HRD. Ну, если там вы в франчайзе партнер, то есть еще и директор. Директор. И мы начинаем говорить. Слушайте, давайте так. В этом году план прироста условно... Давайте сначала по найму поговорим. Да, вот именно о чем мы говорим. Слушайте, если мы за год наберем, ну, что там прирост, это допустим, там, если даже допустить, там, что 30% остается, текучесть. Ну, наверное, допустим, 400 надо нанять, чтобы на 100 прирасти. Мы говорим так. Давайте смотреть с вами все вместе, без обедняков. 400. Это у нас будет здесь. Да, тут мы скажем 300, 340. Тут 370. Ну, такую сделаем сами себе модель, такую сделаем. Чисто так, чтобы это, прокатать ее, да. 430, 460, 490. И 520. Ну, для примера, да, вот вдруг там. И начинаем, ну, все дальше понимаем, что мы начинаем делать. Мы говорим, слушайте, тут пустое пока поле, оставляйте. Мы говорим, кто сколько будет получать. Давайте пока допустим такую модель, что будем говорить о средних зарплатах в месяц. Да, то есть я сейчас, вы понимаете, что я имею в виду, потому что, допустим, HR-директор, он будет один и будет замотивирован, но у рекрутеров будет разное количество. То есть о них могут быть, там, работать 6, ну, для примера, а может 12, да. И вот здесь вот в графе мы будем ставить среднюю. Понятно, если HR-директор скажет, нет, нам нужно 12, да, то это другой процесс. То есть тут еще какая-то разбивка будет, но нам для модели, как у нас понимать, что в голове, мы сейчас нам достаточно выстроить хотя бы такую модель. Давайте даже вообще упростим задачу, чтобы вам показать, допустим, одинаковое количество рекрутеров. Пусть их будет, так, это в среднем надо набирать 10, 3, допустим, рекрутера. Ну, для примера, да. Так, правильно же я примерно посчитал? Так, дерево, грубо, это 30 набор. Ну, нет, 30, конечно, тут, скорее всего, 4 в этой модели рекрутера. 4 рекрутера, да. Все. Мы говорим так, если у нас будет 400 набор, то в среднем рекрутер будет получать 58 тысяч. Коллеги, я сейчас цифры говорю очень примерные, я, конечно, мне по-хорошему доп. анализ сделать. Допустим, я просто вам рисую модель. Если мы наберем 370, он получит 54 тысячи. Если там 340, он получит в среднем 51 тысячу. Ну, для примера, да. Вот если ты получишь 60, средняя его зарплата будет. Если будет 460 набор, 64. И тут, допустим, вы какую-нибудь супер премию ставите, он сразу же получит 80. Я для примера говорю, будет в среднем получать. А если 520 наберет, то, допустим, 110. Это я вам еще удачный пример сейчас привел. Как правило, поверьте на слово, вот тут будет цифра 67. Реальная. А тут, допустим, да, что-нибудь заплатят 75. Все, дальше пошли. Менеджер. Менеджер как зависит? Менеджер влияет на найм в своей группе? Да, конечно, влияет. Тут, опять же, я тоже буду говорить о каком-то среднем влиянии этого фактора, вот именно этого фактора найма. Потому что, понимаем, у менеджера он небольшой. И вы понимаете, в зависимости от объема через процент или какой-то другой механизм, тут менеджер получает в среднем 3 тысячи добавки. Тут 5, тут 5, допустим, он ничего, у них какая-то такая мотивация плоско установлена. Ну и тут он получит 7 в месяц, 8 и так далее. Тут 9, допустим, я для примера говорю. Вот, маркетолог, допустим, вообще, ему это интерферентно. По большому счету, он через там какие-то показатели тоже косвенно что-то получит. Допустим, там, ну, 3, тут 4, давайте, тут он 6 получит, тут 6 опять, тут 5. Такое тоже иногда может быть, допустим, он это, у него там будет как-то привязан к себестоимости, если он будет заходить далеко в себестоимость, то он будет сразу же, как ни странно, меньше получать, потому что больше привязан к стоимости контакта. А здесь она важна, да, чем это. Давайте, в общем, сильно сейчас грузить никого не буду, какую-нибудь простую модель составлю. Все. Ну, и давайте там HR-директор. А HR-директор, тот, допустим, будет получать вот тут 100, вот тут вы ему готовы платить 110, тут 130, тут 160, тут 200, для примера, тут 260, а тут вообще 350. Ну, это я уж вам так, для разнообразия. На практике, как правило, такого не бывает. Хотя, это спорно. Я вот тут, наверное, инстинктивно те цифры написал, которые, по идее, правильные. Потому что HR-директора, считай, должен быть, ну, как примерно, как риелтор. Если он нам суперсистему создал и показал такую динамику, да пусть получает. Вот вы все понимаете, что между 520 и 300 разница, чистая прибыль, миллион рублей в месяц, если не полтора примерно. Сейчас дальше модель надо рисовать. Вот. И мы с вами понимаем вот эту мотивационную эластичность. То есть, вы видите, что тут потом такой спортлайн рисуется, так называемый. То есть, вы все увидите вот по наклону, как кто реально заинтересован, да. Тут, допустим, такая цифра где-то будет. Здесь вообще такая синусоида, условно говоря. Вот здесь будет прям вот все по-взрослому. Экспоненциальная система. Здесь она будет вот так плоская, потом немножко вот так растет, да. Наверное, вот так более правильно нарисовать будет. Все. Значит, коллеги, честно признаюсь, я всегда в голове, когда что-то делаю, я себе такую картину рисую. Я первый раз нарисовал графики, вот. Но это в любом процессе жизненно важно вот это все иметь и понимать, как все это на практике происходит. Значит, почему мы иногда это не делаем, я вам расскажу. Во-первых, не хватает времени рабочего, да. И мы всегда хотим все вот так вот раз, что во-вторых, мы, в принципе, не любим интеграцию. Здесь я вам еще очень хороший привел пример интеграционного менеджмента. Почему одному никогда ничего не достигнуть. А конкретно в примере здесь что нужно сделать? Менеджерам здесь нужно будет продавать идею, скажем так, почему им нужен реферальный трафик. Они должны за это получать деньги, причем большие, немалые. Иначе они никогда не помогут. Департамент маркетинга должен думать там о продуктах, о ресурсах, там о сайте своем, да, о инстаграмах, как там привлекать риелторов каких-то. У них должна душа говорить, у него должно быть это KPI. Если у вас весь маркетинг суммарно получает там все идеально, разница в 6 тысяч, да никто не будет упахиваться, ребята. Я вам серьезно говорю, вот поверьте моему слову, вы даже не заметите, как вы один на один с этой проблемой останетесь. И вот когда стратегия написана, очень сильная задача, давайте сейчас немножко себя включу, да, чтобы хотел прям вот всем, потому что вот этот момент подчеркнуть. Краеугольная задача, первая, добиться мотивационного сопряжения с системами. Так, да, мотивационного сопряжения с системами. Это сложно, вы знаете, почему-то многие не хотят брать ответственность. Я вот вам свой опыт расскажу управленческий. Я первое время, когда сталкивался, вы знаете что? Я сначала думал, может, я что-то не так делаю, но по прошествии лет бесконечных в управлении могу сказать так. Удивительным образом люди боятся ответственности управленческой. То есть, и когда вот ты им говоришь, даже на уровне не денег, а вот просто, они говорят, слушайте, я не знаю, у меня получится или не получится, я там за это переживаю. Я говорю, коллеги, ну, допустим, найм, это же не производительность. Я согласен, производительность от рынка зависит. Слушайте, но найм, найм-то, это же вопрос просто ресурсности и получения результата. Все, это высоковероятное мат ожидания взаимосвязи и ресурсности и результата. Все, более-менее тут понятно. Вот, в общем, смотрите, вот на примере найма я вам показал, рассказал, по краеугольным процессам всегда вот эту мотивационную поддержку стратегии делайте. Там, где нет в ключевых точках поддержки мотивационной стратегии, ничего никогда не получается, проверено. Слушайте, вот поверьте, на моем опыте удивительным образом все пропадает. То есть вся система, она мертвой становится через какой-то промежуток времени. Вот, давайте дальше двигаться. Значит, если назад вот здесь вот обернуться, да, закрепляемость, такие же матрицы надо составлять. Там точно так же. Там, допустим, иногда менеджеру чуть-чуть интерферентно какая закрепляемость. Вот, а иногда бывает, что, допустим, маркетологом интерферентно. Вот, иногда департамент продаж сам не заинтересован, потому что никто не довел. Вот, кто-то мне скажет, ребята, но они же все заинтересованы там на эту, на чистую прибыль, они же замотивированы. Самое интересное, что нет. Есть такое понятие, как воспринимаемая мотивационная эластичность. Слушайте, интересная тема, вообще куча исследований есть на эту тему. Ну, вот тут эффект, как мышь на сковородке, не мышь там, кто лягушка жарится, да. То есть, если неправильно выстроен вот этот ряд, когда человек реально понимает, что он на это влияет и что за это будет, он перестает этому уделять внимание. А потом эти деньги в конце года воспринимает, ну, как просто мана небесная. Или наоборот. Поэтому здесь вот это очень важно чувствовать, понимать. Все, еще смотрите. Все, надеюсь, тут примерно понятно. Просто время мало, да. То есть, дальше сами там додумайте. Что-то не получается. Я всегда всем говорю, первое дело составьте мотивационную матрицу. Все, внимательно посмотрите, ее стяните хорошо. Вот эти все спортлайны прорисуйте для себя. Я вот сам прямо скажу, я сам человек математического склада ума и ресурсного, наверное, да. У меня все это в голове сразу же стреляет. Многие люди первое время нужно научиться прорисовывать все это. Что потом оно у вас как, знаете, как семечки, вы все это насмотритесь, вот этого всего. И потом будете быстро так же, вот без всяких этих прорисований, быстро принимать решения. У вас внутри все это будет вот так вот, как 3D фоном. И потом говорят, это интуиция управленческая переносится, да. То есть, вам уже не нужно, вы это упаковываете, какой-то свой материал в голове, и вы быстро способны вот понимать, что вот этого там нету, и как-то у вас хорошо все это поручение начинаете давать. Вот, второй вопрос, который я считаю всегда важен в стратегиях, это система метрик. Тут еще интереснее вопрос. Он сложнее, сразу скажу, почему. Потому что иногда нарисовали всем там показатели, да, значит, сказали. И потом везде нужны метрики более высокого уровня. То есть, нужны где-то недельные динамики. Они очень важны, поверьте, для некоторых параметров. Вот, важны по сегментам оценки. Я всегда говорю, не забывайте никогда о структурном анализе, по менеджерам. Допустим, в разрезе, кто как происходит. Давайте сейчас вот пример приведу по рекрутерам, да, раз мы уж начали про этот вопрос. И вроде как вокруг этого многое очень бьется у нас. Слушайте, ну обязательно. Пошла стратегия. Раз, сделайте разбивку по рекрутерам. В какой? Рекрутера. Вот. И получается… Сейчас уберут там звук. Кто-то случайно, я не забыл выключить. Вот. И здесь очень важно понимать. Сейчас давайте я вам приведу пример. Такой. Тоже сейчас сам его прорисую прям руками. Смотрите, допустим, вы составили анализ BI-сводку, хорошую по рекрутерам. сейчас тоже, допустим, буду ее так рисовать. Ни на каком городе не показываю, что называется. Вот. И у вас, допустим, тут рекрутер. Один, два, три, четыре. Вы знаете, все недооценивают роль структурных анализов. Что такое структурный анализ? Когда вы берете какое-то множество и просто смотрите, кто какую структуру там составляет. Вот начинаете. Давайте вам сейчас такие простые примеры я сначала попривожу рядов. Ну, самый простой пример – это абсолютный ряд. Вы просто говорите, вот у нас последние три месяца, допустим, и вы видите, что первый рекрутер набрал 7. Это 4, 8, 3, 5. Коллеги, это очень сильный разброс. Все. Дальше потом, допустим, здесь же у вас в этом же ряду средняя закрепляемость. 52% на третий месяц, да? Тут, допустим, он дает 50%. Набирает 8 и дает 60%. Такое, к сожалению, бывает. Талантливый человек, талантлив во всем. К сожалению, в смысле, потому что таких мало. Вот этот имеет 3, еще там, допустим, у него никто не закрепляется. 40%. Ну, этот имеет 5 и, допустим, 58%. Закрепляемость. Все. Вы это смотрите, это абсолютно цифры. Абсолютные цифры смотрите, закрепляемость смотрите. Все. Здесь вы что понимаете, какую можно дать оценку? Дальше вы должны смотреть коэффициент сменяемости. Тут еще стаж добавляется. Допустим, этот работает 4 года, этот, допустим, работает там 3 месяца, 4 месяца. Вот. 3,5 получается. Все. Этот, который 8 на работе, вы вдруг с интересом узнаете, что он работает там, допустим, полгода всего лишь. Вот. Ну и все. Этот, допустим, работает уже 5 лет. А, такое бывает. Вот сейчас скажет, такого не бывает, что были такие результаты, такая низкая закрепляемость. Да, бывает. Недавно тут тоже общался. Оказывается, никто это глубоко не смотрит. Решения быстро не принимаются. Ну, этот, допустим, 2 года работает. Все. Вот вам самый простой анализ, потому что, когда вы, допустим, в месяц какие-то цифры не получили, сейчас я уберусь у крана, да, месяц, что-то у вас пошло не так, вы сразу должны внутрь покопать. Дальше. Люди должны знать, что вы не будете просто смотреть. Вы вниз покопаете обязательно, да. Вы эти решения потом все попринимаете. То есть, также я могу сказать, можно по брокерам делать. Да, недавно тут разбирали, у одного города там низкая одобряемость. Все. Я залез, посмотрел структуру, раз, 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 опа. То есть, у нас там есть два брокера, у которых хоть несколько категорий. Хорошо, вы мне расскажите, что вы с ними делаете. То есть, у вас что, с ними есть программа обучения, их никто никуда не направил. Видели, что у них плохие цифры, никто с ними персонально не отработал, коучинг не сделал там, никак не это все. Это показатель качества управления. Оно никогда в практику не перейдет, поверьте на слово. Если вы не критичны к этим процессам, грубо говоря, то никогда ничего, на мой взгляд, не возникнет. Это я вам точно говорю, это уже проверено годами. Вот. Дальше. В общем, вот это вот метрики, это я вам простой пример привел. Сейчас я вам пример приведу еще усложненных моделей. Так, сейчас, одну секунду. Усложненная модель в чем будет проявляться? Анализ динамических рядов. Это я вам предвожу, значит, неподвижную метрику приводил. Сейчас, они же существуют еще и динамические. Мы, допустим, сейчас я вам покажу, какой ряд составляется. Хотя, раз мы уже начали с HR, ими продолжим. Смотрите, сейчас я делаю интересный такой параметр и вижу, что что-то не то. Сразу же говорю, я так ни одних еще рекрутеров не смотрел, но что-то у меня есть такое чувство, что очень много интересного скрыться, если так посмотреть. Это взаимосвязь теории и практики. Сейчас вот теорию сам всем готовил, да, и вдруг понял, что сам так ни разу не делал. Смотрите, допустим, те же пять рекрутеров у нас, и мы теперь изучаем другие параметры. Знаете, какой? Вот тут идет, в первом, допустим, дельта найма, дельта найма, месяц к месяцу, предыдущему месяцу, можно предыдущему, можно к этому. Здесь будет у нас идти отклонение от средней по компании показателя, от средней показателя. Отклонение от средней показателя, средней показателя. И здесь давайте усложним процесс и, знаете, что нам добавить? А давайте скользящую среднюю за три месяца. Скользящую среднюю за три месяца, скользящую среднюю за три месяца предыдущего года допустим ну то есть проще если это ноябрь то это ноябрь ноябрь там средний показатель за ноябрь октябрь сентябрь октябрь сентября 2001 все и процентная вот допустим давайте там посмотрим с вами вместе допустим не знаю возьмем какой-нибудь месяц да еще среды просто понакидываем с вами допустим здесь вот так вот будет будет у вас ну там 8 цифр внутри так написано то есть допустим вот так вот допустим мы так это любители этого таких квадратиков у нас четыре месяца здесь мы тут видим так я другой сейчас возьму цвет значит тут допустим будет рост семь процентов минус четыре минус три это март тут пять процентов рост я для примера говорю сейчас понятно что они будут кратны скорее всего каким-то цифрам тут он пошел в рост 15 и рост три месяца подряд 10 8 потом 7 стала процентов и последнее допустим четыре месяца мы видим что он уже сдувается минус 3 минус 10 минус 2 в декабре ладно допустим ноль было все и так по каждому рекрутеру такие пятнашки можно составить сделать посмотреть все здесь у вас будет отклонение от средней допустим такого же формата будем делать также каждый берем месяц и говорим там вот такие-то форматы допустим здесь там отклонение среды минус 4 процента он допустим минусах везде да то есть чтобы понять и средняя квадратичная довольно средний квадратичная значит скользящая средняя по этим 7 месяцам но мы видим если прошлому году мы видим что он сам себя превосходит потому что допустим прошлый год работы много тут плюс 5 тут плюс 4 ой тут плюс 1 плюс 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 0 3 допустим минус 0 2 для примера там ну в человека да тут абсолютные цифры все понимают будут абсолютные скользящие средние здесь будет отклонение в процентах от среднего значения здесь будет рост самим себе вот вам этого системы метрик поверьте на слово будет более-менее достаточно по каждому когда вы сделаете вот один взгляд будете бросать на эти таблицы я к сожалению редко где это видел если честно в целом при анализе ситуации почему потому что ну мне хочется верить что люди сами это головой чувствуют примерно когда все это видят но скорее всего просто нехватка инструментария в ключевых точках метрики надо уметь расширять то есть и до их должны все видеть безусловно на мой взгляд и получать какие-то но более-менее разные ракурсы видение того что происходит поверьте при такой формуле вы быстро увидите вы то что увидите растет ли у вас нет средняя производительность как работаете с людьми насколько все это бизнес интегрированная история если допустим рекрутер падает три месяца подряд по идее я всегда говорю его нужно уже отправлять на курсы проверять компетенции начинать слушать его звонки что он там делает и это должен быть полноценный управленческий цикл у и чара который им руководит если этого не происходит сразу же сомневайтесь в управленческих компетенциях и чар именно в управленческих компетенциях да потому что скорее всего ну там люди просто занимаются знаете это моральной поддержкой плюс-минус вот и реально не хотят человека улучшать а если выйти что там пять шесть месяцев идет падение результативности и допустим ну и он уже чек длинное время работает и никто не принимает решение это скорее всего вообще разновидность ну крайней степени неэффективности неготовности отвечать каким-то бизнес требованиям в общем первое мотивационная поддержка вторая система метрик значит третье я прекрасно понимаю что что-то удивиться но это так я считаю что это важно не объяснение важности стратегии и почему важно это исполнять вы знаете мы часто все переходим в цифры и считаем что недостаточно важно людям понимать почему нужны те или иные процессы знаете плохо декомпозируем стратегию до конкретных целей вот я искренне скажу много рабочего времени трачу иногда людям объяснить зачем я от них что-то требует то есть вот серьезно допустим ногу мне энергию что там сейчас не буду говорить на какие процессы чтобы их поставить как можно вот иногда даже топы высокого уровня не совсем понимает почему я вот допустим амбициозно что-то требую да и там хочу чтобы система там где-то росла в какой-то части потому что все это очень зависимо то есть только руководитель первый ну давайте откровенно имеет право вот так вот поддавить как правило зама своего да потому что зам зама так уже не поддавит если у вас появляется талантливый человек но он чувствует что кроме него никто сильно не пашет вы знаете он со временем тоже не будет пахать вот так я вам скажу то есть он со временем почувствуешь поэтому задача на руководителя быть предельно амбициозным если мы за что-то подписываемся вот кто со мной плотно работает знаешь что немного ненормальный в плане требовательности если мы о чем-то договорились да то есть это надо выполнять ну и точка вот я снимаю с должности разжалую легко если вижу что человек вот не в теме да вот но в то же время в начале считаем мой долг объяснить что и от каждого хочу потратить много времени и одна из причин реализации стратегии видео есть по 5 причин и инструментов рассказал мы плохо продаем зачем от кого-то что-то нужно да то есть почему там нам нужно как это нужно внимательно поизучать этот вопрос в общем объяснение плюс продажа какой-то стратегии четвертый процесс который да здесь я кстати отдельно хотел проговорить помогает прям здесь надо много проговаривать уметь да то есть я знаю есть многие руководители которые не любят говорят ученым там в одетом и высоких материях воду лить да давайте лучше это там поработаем пойдем вы знаете когда мы говорим о стратегическом менеджменте важно синхронизация и координация вот в структуре стратегического менеджмента всегда выделяет вот эти два две плоскости синхронизацию координацию как едва ли не основные в работе то есть они позволяют знаете вот это вот структурировать вот эти процессы какие-то и давай дают возможность людям глубинно понимать там а что от них хотят и что он может делать с другими для реализации этой стратегии вот значит все четвертый пункт классика жанра сейчас все конечно удивятся скажут да ну я скажу а вот так это полномочия полномочия и давайте наверно тут я в один блок употреблю ресурсность полномочия вы знаете какая частая проблема не передают ресурсную базу вместе с ключевыми точками пример приведу одного из городов пишется стратегия значит неплохая там все все пятое десятое я то начинаю детали смотреть смотрю слушай а почему у вас так мало рекрутеров планируется на следующий год почему у рекрутеров не планируется рост производительности туда но серьезный да то есть говорю почему начиная с чаром разговаривать чар директора я говорю ну почему ты видишь стратегию приди к директору скажи слушайте мы можем больше у нас сейчас одна из самых высоких производительность по сети да мы можем набирать дайте нам еще людей сейчас мы набираем среднем допустим 9 но если мы 9 набираем добавьте нам еще 5 условно людей и мы будем даже если 8 набирать это бизнеса золотится грубо говоря вот никто не задумывался почему и чар не выходит и не прессует директора с таким вопросом то есть почему вы чар не приходит и не говорить своему директору слушайте у меня вот тут все хорошо дайте еще ресурсов а вы знаете что потому что директор плохо проговаривает ресурсу полна ресурсную обеспеченность он создает я считаю я их так называю замороженными системами при которых реальная ресурсность может только он дать то есть а допустим и чар даже будет понимать что может больше сделать или тот же маркетолог но и будет уже грубо говоря он понимает что не убежит 500 тысяч и он будет говорить я условно говорю какой-то город он скажет мне мы 700 просить не будем потому что ну не будем вот у нас есть 500 узнаете вот это краеугольный момент развития бизнеса могут ваши люди создавать вам конкуренцию брать вот эти ресурсы на себя или все-таки вы вот этот король который условных кавычках на самом деле это вы злот для системы если это так я считаю то есть когда ваши люди там не могут сами распределять инструменты что я всегда советую делать как делать так чтобы это во первых всегда обговариваете полномочия и всем вот я знаете все знают департаменты я говорю ребята чувствуете что есть добавленная ценность приходите доказывать то участвовать я говорю суши какие еще нужны ресурсы где ты чувствуешь что я что-то не вижу а у тебя есть там супер возможность роскомпании обеспечить или там драйва бизнесу добавить давай проси говори 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 что допустим ты готов расти в производительности повысить мне зарплаты моему департаменту вот если вместо этих людей брать вот этих я смогу больше сделать на этой автоматизации туда-сюда все или здесь я хочу полномочия на этот департамент все допустим прямо некоторые приходят я хочу чуть-чуть влиять мотивацию но правда в том что так бывает редко слушайте я вам прямо скажу даже вот у нас да там зарплата топов скажем так на немаленьком уровне к сожалению вот эта ресурсная проблематика является большой стопом для развития бизнеса и это один из главных стопов реализации стратегии потому что когда нужна добавочная ресурсность и на этом уровне ресурсности не получается единицы придут и попросят больше ресурсности вот это неправильно как создать эту культуру слушайте для меня это такой сложный вопрос я не статировал как я и тут пытался создавать и города у нас есть успешные франчайзи и филиалы которые создали эту культуру где молодцы мы хвалим не буду сегодня конечно публично хвалить но во многих городах ситуация меняется и создается вот это вот удивительная предпринимательская уже культура среди топ команды когда люди сами директора это директор оправдывается почему там это не даст ресурс но на практике такое бывает редко давайте откровенно я прямо сейчас скажу цифру в 90 процентов случаев замы плохо понимая свою ресурсную базу вот так скажем то есть целом по компании вот дальше пятое что мешает реализации стратегии это наличие десинхронизированных целей у департаментов с общей стратегии сейчас я скажу что имею ввиду то есть допустим если вдруг вы излишнюю значимость начнете уделять себестоимости процесса сразу скажу этот пункт он счастью в нашей системе не такой частый но случается то есть смотрите мы же когда стратегию начинаем у нас все понимают существуют разные такие блоки процессов крупных которые ну где-то иногда между собой разные бывает ну допустим там один из городов у нас что сделал начал биться за себестоимость всего и вся у него по стратегии был рост основная цель а по его личной стратегии видать цель была денег побольше в карман положить вот значит и что случилось как вы думаете ни то ни то не получилось почему потому что стали экономить на всем подряд в результате текучесть снижение доходов то есть у нас видите такая сложная очень модель она и в эту сторону плохо работает если совсем не начинаешь просто поливать бесконечно все деньгами и наоборот начинаешь сокращать тоже то есть у нас тут очень такой как мне кажется сложность бизнеса в том что достаточно сложно вот этот люфт соблюдать он не такой большой как всем кажется на самом деле такой на очень тоненькая дорожка у нас вот это вот эффективность вот поэтому как добиться вот этих диспропорций ну во-первых а да и получается что как это во первых с опытом приходит да вот чувствовать вот эти балансы потому что иногда люди об этом не скажут им вы не поймете быстро до вас прямо скажу не дойдет что человек реально имеет другую цель сам себе как правило когда начинаете интервью глубинные тоже не выявите это можно выявить только постепенно вот смотрите сейчас давайте пример приду в одном из городов искренне говорю один из руководителей находясь драмы мне трезвой памяти поставил цель снижение стоимости найма снижение стоимости моема над количеством риэлторов количество риэлторов да вот что этому сподвигло но я считаю что мы там сами виноваты что где-то не поняли что человека такой культуры и так понимает эти процессы но это еще более глубинный вопрос там оценки компетенции мы об этом не обязательно поговорим в следующий раз ну все и получили что получили вот поэтому смотрите здесь внимательно смотрите четко понимаете что вот эти цели они правильно выведены и допустим а еще другой пример идет стратегия допустим примеру давайте пример приведу примеру маркетинга примеру стратегия доли рынка в одном из городов значит руководитель маркетинга ставит почти всем основным группам задачи по сокращению себестоимости или еще бывают жестче варианты задачи иногда ставят по перекладыванию на риэлторов этих услуг да то есть вы понимаете что это разные цели между собой и прям заводит это в мотивацию убирает результат далее очень тонкая грань между чистой прибылью выручку выручкой долей роста мы все это знаем и уровнем затратам себестоимости процессов производительности труда вот здесь вот иногда теряются в этих процессах и стратегия тоже не будет реализована поверьте нас там потому что если это не такой хороший поток энергии а там внутри начинается вот это соприкосновение всего этого все скорость теряется сушите гарантированно чуть-чуть на авто на автобане если какая-нибудь одна машина вот так пьяная начинает ездить вообще скорость там пять раз может сократиться но знаете как поток такой должен идти все должно быть синхронизировано там ни один даже маломальский какой-нибудь пьяный велосипедист не должен попасть иначе все сокращается а вот бизнес директора не всегда это чувствует сожалению вот полностью не понимает и да иногда это не видно есть откровенно потому что кто-то там ваш условный зам кто-нибудь изобрел кого-нибудь там в неправильное русло завел и так далее последний пункт общий для всех 5 я вам рассказал крупных и 6 самый банальный но он за его за рамки вывожу это кадровая политика то есть как правило стратегия пишется на рост на систему очень часто бывает так что люди которые в команде к этому росту не готовы то есть не готовы следствие своих компетенций личностных качеств даже способностей не готовы с позиции вы знаете внутренней амбиции вот это тяжело просчитать я сейчас в этом никого не обвиняю боже упаси я считаю что это будущее ты его не знаешь ты его можешь сам себе делать и только внутри чувствуешь что готов когда стратегию пишешь а ты откуда знаешь что твои люди готовы да здесь вот очень важно вот это вот кто-то из них допустим уже говорит поэтому я и сам час уже да успокойтесь уже нормально все идет вот куда там дальше там есть да и начинает потом у себя знаете своих кругах там будет куда они лезут чего не надо чего не живется спокойно вот поэтому но на людях они очень хорошо скрывается они никогда это не покажут можно ли это вычленить да можно надо посмотреть вот я вам примерно сейчас прорисовал какие-то процессы да как это правильно все определять иногда щупом туда заходите и смотрите допустим видите где-то темпы нити зашли посмотрели что там с ресурсной обеспеченностью с координацией с мотивациями с метриками он вам говорит одно а как это практически бизнес-экшен перевел то есть что там происходит грубо говоря это очень серьезный вопрос и знаете вот кто-то мне скажет почему я сюда отчетно сейчас не вел да почему они вел инструменты отчетности инструменты обратной связи это все само собой я не отрицаю весь классический менеджмент во всей этой теории я просто постарался знаете самый собрать по нашим именно по этажам где бывают проблематики почему кто-то вот прекрасно как корабль вот так вот плывет как надо да и достигает супер результата кто-то очень быстро троить начинает и в результате там что у нас результате июнь а давайте пересмотрим стратегию вот что-то мы тут это погорячись вот поэтому вот поэтому сейчас все из вас сейчас еще слава богу нас начало там условно это февраля плюс минус еще ничего не поздно взять другие принципы собрать с командой проговорить еще раз подтвердить от всех потому что я всегда говорю стратегия этот коллективный труд а его реализация это коллективный системный труд то есть который требует вообще извините меня совершенно другого подхода вот дальше немного теперь это вот один блок вопросов до такой общий теоретический ну я думаю многие согласятся что он одновременно должен стать и практическим потому что идеальная теория это тогда когда она полностью совпадает с практикой вот мне кажется я все что сегодня сейчас вот рассказывал первые там 45 минут да это по большому счету про вот реальность это наверно больше про практику но она понятна форме теории оформлена но вы понимаете что это вот то что где хочется реальных изменений вот теперь следующий аспект давайте поговорим о роли самого руководителя во всем во всем этом празднике жизни так его назовем то есть смотрите вот от каждого из вас зависит раз пять больше чем вам кажется потому что каждый ваш взгляд выступление похвала критика формирует ту или иную степень вероятность достижения этого результата дальше смотрите пять крупных компонентов которые всегда находятся только у вас первое кадровые решения это вы все как правило это важно второй момент оценка движения это тоже вы как правило конечную оценку скорости развития бизнеса даете вы третье все виды определения какие люди нужны это тоже вы то есть либо вы создаете эту систему которая формирует правильные запросы на людей умеет их оценивать либо вы как минимум в ручном режиме этим руководите и первое время отслеживаете значит почему я считаю что это критично важно для реализации стратегии как первое лицо понимает свою роль следующий момент реакция на отклонение на отклонение на мой взгляд сильный руководитель берет это на себя и понимает как свою ответственность я в принципе на работе не нервничаю все это знают вот но я очень близко к сердцу воспринимаю но стараясь нервничать на близкости если что-то не получается я всегда считаю самый главный ресурс всегда у руководителя если где-то проблема а он туда не зашел и его там нету я всегда говорю поменяйте график что-то не получается назначайте встречу то есть условно какой-то блок не идет все вы туда должны нырнуть сами то есть поменять свой календарь видите две недели подряд там у вас найма нету все вместо встречи там условно абстрактный какой-то назначайте встреча по найму все зовете туда не только за миличар директора всех рекрутеров все знают что я это делал свое время даже в тюмени то есть ни одно время так что не понравится бы не ребята стоп давайте-ка все вместе собираться лично буду общаться с каждым рекрутером он не будет рассказывать как дела какие проблемы мы будем это делать все знаю что я цикл прожили все буквально за небольшой промежуток мы в два раза на им увеличить два раза за пять месяцев вот такой плотной работы системы вот поэтому это огромная значимость вот этого первого лица в ролях вот реализации вот этой стратегии следующий компонент очень часто для стратегии нужны внешние ресурсы система так устроена к великому сожалению что добыча внешних ресурсов бывает первое лицо либо он должен это перераспределять знаете на нас очень много мы сами того не понимаем за что взаимодействие застройщиками с банками с органами другие виды представительства то есть где-то там мы должны быть мы часто там не бываем поэтому от этого стратегия тоже тоже очень сильно будет зависеть следующая стратегия будет зависеть того насколько мы понимаем как нужно какие нужны управленческие моменты для того чтобы она была реализована смотрите все что я сегодня перечислил в основном связано с управлением 7 так уже крупных пунктов перечислил да они все связаны с управлением в чем особенность нам кажется что при расширении системы нас хватит на всех коллеги такая большая иллюзия вообще то есть я знаете вам даже скажу очень печальную новость здесь работает давайте немного опять порисую я кстати не знаю со мной возможно кто-то подискутирует я с удовольствием вступлю в публичную дискуссию если вы решите что я неправда я может быть я реально не как посмотрите как все знаешь закон там 95 процентов до что 95 процентов делают все более-менее грубо говоря но там большая конкуренция там денег нет то есть вот здесь вот что мы делаем сколько процентов делаем делаем 5 15 здесь чипы уровень чипы да допустим там удалось что приятнее было считать в миллионах 1 2 3 месяц и пусть а все условно говоря не ваш даже не наш бизнес любой бизнес все и вот до 95 процентов вот вы не поверите она растет так как то так медленно вот медленно медленно бизнес растет вот и делаешь делаешь так называемая последняя миля ничего не происходит но как только вы проходите 95 процентов возникает такой супер эффект он доказано давно и по нашей системы вы это видите да есть города которые там личные деньги зарабатывают вот и как и это все вот так вот грубо говоря вверх у нас это и устремляется все это я америке не открыл это все это знают это стандартный там экспоненциальный законных усилий и результата вот эти потому что эти пять процентов делают уже очень мало людей потому что все там не готовы упахиваться не готовы до реально гениальных решений доходить и поэтому вот эти вот люди которые до этого доходят и в плане трудоспособности и в плане качества smart интеллектуальности решений они вот эту прибыль будут забирать у них будет экспоненциальный рост на этом уровне и это он заслуженно я считаю мир так устроен он дает все лучшее он все дает лучше а к сожалению остальным оставляет чуть-чуть на всех причем вот это такой закон природы он даже я сейчас могу доказать что он природе также действует да то есть посмотрите даже города у нас так сформировали что в любой стране есть там город который там чуть ли не 40 процентов энергии забирает хотя там живет там как правило там три-четыре процента населения вот значит смотрите дальше ну а теперь возникает интересный эффект смотрите когда система растет и вы пишете новые стратегии да за чуде этому образом происходит у вас сдвигается вот эта карта времени и все что вы раньше делали как вы считали получали супер прибыль вот эту время все это сдвигает вот сюда и теперь 95 процентов через какой-то промежуток времени становится вот здесь и всю что прибыль что вы раньше получали вот за эти пять процентов она у вас сдувается серьезно а вы начинаете что думать ой нет да ничего подобного такого быть не может вы что а да 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 вы сами того не понимая выходите опять в эту точку в эту точку но здесь то нужно новый рывок а здесь нужно другое а вас одного уже не хватит потому что вас меньше вам нужно вот это все тянуть еще 95 процентов а где опять вот этот вы ладно за счет своей гениальности вот тут эти пять процентов получали но тут вы их уже не получите потому что у вас сюда ноша вторая система больше стала она уже стала огромная на уши там совершенно другая на там пять раз три раза больше по объему и вам тут нужно совершенно другая команда ладно давайте сейчас чтобы долго никого не это не пугать не грузить что я хочу что на уровне стратегии обязательно управленческая стратегия вот что я хотел сказать то есть и она требует точно такого же усиления вашей команды инструментов управления потому что чтобы продолжать быть вот этими супер лидерами и ваша система получала вот эту супер доходность по этой причине тоже многие стратегии не растут потому что пытаются теми же ресурсами дать того же честно признаюсь также мучился 1 лет 10 пока не стал понимать что мозг оказывается наш понимаете он не может он такой слабенький и страхи его побеждают мы начинаем думать да как так мы там это дорого сейчас надо то еще 5 10 зона комфорта сразу два инстинкта работают против нас инстинкт самосохранения нам что говорит не нервничай все хорошо ничего не делай и 2 внутри этого он нам сохраняет энергию 2 любой страх гипертрофирует и страх вот и то есть мы там идет двойное наложение вот этих природных процессов и большинство не готовы вот новой реальности чуть вначале вложиться либо по-другому все это воспринимать и делать вот это еще одна проблема почему стратегия не исполняется все завершение позитив нужен я вам сейчас дам в целом мы молодцы все мы выполняем все цели задачи мы растем благо у нас есть у кого учиться друг у друга да мы все друг у друга учимся мы смотрим значит поэтому сейчас какая хорошая да немножко сначала плохой новости сейчас январь смотрел по видели все до показывали на прошлом управление исполнения минус 22 процента идет активность клиентов на рынке по посещаемости сайта мы это видим мы видим по крупнейшим агрегатором то есть по ворд стату минус два 22 процента значит я за мы я вчера провел большой укрупненный анализ слушайте реально рынок чуть садится по активности значит поэтому где-то морально готовьтесь что это так и будет это ничего страшного нет потому что у нас то доля рынка к счастью в россии там 10 процентов то есть у нас там расти еще не перерасти да даже если рынок будет опадать мы можем расти расти у нас это преимущество единицы городов достигли доли там 60 процентов когда мы действительно если откровенно при падении рынка ты хочешь не хочешь падать начнешь чистая математика конечно можно отыграть но это сложно там свои эластичности идут и так далее вот коллеги поэтому большая просьба стратегии которые реализовали назначьте большую встречу у нас это допустим некоторых городах называется совещание по исполнению стратегии там пожалуйста посмотрите нет цифры а посмотрите как вы будете делать вашу систему чтобы она работала в тех рамках которые вы сами себе очертили и готовы ли взять эту ответственность вы за ее осуществление или готовы смириться с этой реальностью ответственность это значит как правило иногда кадровые решения непопулярные меры непопулярные меры в чем заключается допустим говорить ребята давайте там начиная с мотивационного менеджмента мы готовы но если мы не исполняем мы не готовы платить да то есть если мы исполняем мы готовы больше платить то есть это где-то чуть-чуть угол наклона до в сторону больших людей заинтересованности вашем результате вот непопулярным мерам я всегда отношу и не учитывание прошлых заслуг до коллеги я реально так считаю прошлые заслуги не надо учитывать в будущем это ни к чему хорошему компания никогда не приводит были заслуги в прошлом человек хорошо работал самое страшное это пытаться строить модели при которых когда человек работает уже видите что нет результата вы его все равно жалеете это наказуемо бизнес за это наказывает убытками всегда все нет результата извините будьте любезны пусть приходят новые люди это нормально все дальше что еще здесь за скобками оставил наверное так вот вкратце что я хотел такое основное сказать до сегодня поделиться время сейчас у всех есть все могут поменять поменять и совещание и зоны ответственности мотивационный между систему метрик можно поменять вот можно по-другому значимость продавать этих изменений системе можно вовлекать большее количество людей которые знают что и как то есть принципе вопрос переда перевода стратегии в практику это исключительно менеджмент все я не верю во внешние обстоятельства я верю только во внутреннюю несостоятельность управленцев исполнять взятые на себя обязательства и уделять этому энергии и ресурсов столько нужно сколько необходимо вот но это мой такой субъективный взгляд вот на процессы да я посмотрю сейчас на вопросы готов ответить вот на вопросы готов ответить давайте может быть они есть это это мало обычно время оставляю всегда на вопрос две минуты может это хочет задать вопрос так ну ладно если вопроса в целом у нас нету то всем пожелаю задуматься прийти там вся критично посмотреть дать оценку исполнения стратегии ну и наверное все все всем большое спасибо на кинцине